Отличие консультирования от психотерапии. Консультирование — это более поверхностный контакт. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, отзеркаливание, обратная связь, показ на графиках и рисунках, что сейчас происходит с человеком. В течение пяти первых встреч я показывала на разных картинках и схемах, почему у неё сейчас такие отношения с братом, почему между детьми такие отношения, с племянником, почему с подругами сейчас вот так происходит. После каждой консультации Тамарина немного легчало, даже просто от понимания, из-за чего у неё на данный момент такое в душе творится. Мы говорим о душевных ранах, но лечить их пока не начинали. Рана. Это как к хирургу пришли, и сначала надо сдать анализы, кровь, УЗИ, МРТ. Хирург вас с первого приёма на операционный стол не положит. В идеале, как пишут в учебниках по консультированию, выдержать первые десять встреч на этом уровне. Суметь удержаться от глубины. Если раньше нырнуть в психотерапию, то клиент может просто не выдержать. Слишком быстро. Слишком больно. Как-то стыдно плакать перед психологом. Неловко признаваться в каких-то своих не самых красивых ситуациях. Кто-то тотально никому не верит. И психологу в том числе. Это словно быстро сесть на шпагат. Нельзя. Надо медленно. Описания всех закономерностей первоначального консультирования в данной аудиокниге нет. Это аудиокнига про вторую фазу. Психотерапию. С Тамарой пришлось садиться на шпагат на шестую встречу. Примечание. Торопливая психотерапия — это словно быстро сесть на шпагат. Нельзя. Надо медленно. Примечание.